МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О коррупции в Украине, о состоянии национальной экономики и реформах говорили сегодня в Вашингтоне в последний день осеннего саммита Международного валютного фонда. Какие требования выдвигают Киевы и что обещают взамен? Об этом Дмитрий Анопченко. Он сейчас в штаб-квартире МВФ. Полтысячи участников, среди которых министры финансов и главы центральных банков ведущих стран мира. В Вашингтоне у них сейчас две задачи. Понять, куда движется мир, чего ждать от года следующего, кризиса или рецессии. И на полях осеннего саммита переговорить, уже без камер, не под запись, чтобы понять перспективы для собственных стран. У украинской делегации тут сейчас и министр финансов, и Александр Данилюк, и глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Абсолютно те же задачи. В том числе и услышат, чего требует МВФ для того, чтобы выделять новые транш-кредиты. Уже известно, миссия фонда приедет в Киев в конце октября. А вот что заложат в меморандум о сотрудничестве, без выполнения которого и денег не видать? В фонде признались, помимо борьбы с коррупцией, а это требование в последнее время ключевое, будут настаивать на пенсионной реформе и на том, чтобы страна пошла на непопулярный шаг, повысила пенсионный возраст. Сотрудники МВФ признаются, это решение столько раз переносилось, что дальше уже откладывать некуда. Но речь пока не идет о том, что возраст выхода на пенсию поднимут для всех поголовно украинцев. Фонд пока что поднял вопрос о так называемых льготниках, представителей профессий, которые выходили на пенсию раньше остальных. Повышение пенсионного возраста очень важная часть того, что в стране нужно сделать. Я думаю, начать следует с того, что поднять эту планку для представителей тех групп, для которых сделали исключение в вашей пенсионной системе. Убрать специальные привилегии по выходу на пенсию. Вы уж слишком щедры с привилегиями. А еще МВФ рассчитал прогноз для Украины на ближайшие пять лет, чтобы увидеть, какой эффект дадут его рекомендации реформы. Так вот, согласно этим данным, хорошие показатели ожидаются ближе к 2019-2020 годам. А ближайшие два года для украинской экономики, увы, могут быть сложными. Что и понятно, экономика восстанавливается медленно, а о реформах наши депутаты больше говорят, чем выполняют. Прогноз МВФ таков. В ближайшие пару лет рост ВВП страны будет лишь на 1-2%. Но к 2020 году вырастет в два раза. Из хороших новостей. Финансисты рассчитывают, что в ближайшие пять лет Украина получит 14 миллиардов долларов прямых зарубежных инвестиций. А вот курс гривны к доллару решили на такой далекий срок, пока даже не прогнозировать. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Глава венецианской комиссии Джани Букикио считает, что реформы в Украине идут в правильном направлении. Об этом европейский гость заявил во время встреч с представителями украинской власти. На переговорах с президентом обсуждались изменения в Конституции Украины, касающиеся системы правосудия. Петр Порошенко отметил ключевую роль венецианской комиссии в подготовке этой реформы. О преобразовании судебной системы Джани Букикио говорил и с премьер-министром. Владимир Гройсман заверил главу венецианской комиссии, что в Украине создана эффективная система борьбы с коррупцией. Сегодня весь инструментарий и законодавчий, и институционный, к борьбе с коррупцией, он фактически весь сформован. И на слабкий месте в своей борьбе все же таки есть судовая система. И мы имеем надею на то, что реформа даст возможность замкнуть систему, на видворотности покарания, в том числе и коррупционные проявления. Вы будете продвигаться дальше и дальше, и уже идете в правильном направлении. Вы не останетесь одним, мы всегда рядом. Но прежде всего надо рассчитывать на самих себя. У судей-взяточника из Днепра, которого вчера задержали детективы НАБУ и полиция, сегодня провели обыск, нашли валюту и драгоценности. Я напомню, что служитель Фемидес за взятку в 10 тысяч долларов пытался повлиять на следователей полиции, чтобы они закрыли уголовное производство. Задержали судью прямо на рабочем месте. Ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы из конфискации имущества. Было проведено санкционирование обшуков в его служебном кабинете и за местом его проживания, где было найдено 55 тысяч долларов США, 13 тысяч евро и 138 тысяч гривен, а также ювелирные продукты. В районе Петровского и Богдановки на Мариупольском направлении, где накануне украинская армия и боевики отвели силы на 1 км в тыл, сохраняется режим тишины. Но патрули АБСЕ на разведенном участке фронта дежурят не круглосуточно, вопреки достигнутым ранее договоренностям. Подробнее Ярослав Кречко. Первые сутки после разведения сторон в районе Петровского на Мариупольском направлении прошли спокойно. Украинская армия и боевики находятся здесь на расстоянии двух километров, то есть вне досягаемости обычного стрелкового оружия. Контролировать этот участок фронта круглосуточно должны представители миссии ОБСЕ. Я сейчас стою на месте, специально отведенном для патрулей. Но, как видим, вечером и тем более ночью наблюдатели здесь не дежурят. Мы полягаем на том, что этот мониторинг должен действовать постоянно. Иначе полноценного мирного процесса, полноценного отведения отбудеться не может. Украина сумленно и полноценно выполняет все взятия на себя обязанностями в рамках мирного процесса. По плану, завтра стороны должны быть разведены в районе станицы Луганской. Но это еще под вопросом, поскольку за последние 10 дней на том участке фронта зафиксировано 19 обстрелов боевиков. Ярослав Кречко, Вадим Сверидонов. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область. В зоне АТО за последние сутки пострадали шестеро наших бойцов. Несмотря на заявленный отвод войск, почти по всей линии фронта продолжаются бои. Подробнее Геннадий Вивденко. Под Авдеевкой враг применял гранатометы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы. Украинским военным неоднократно приходилось прятаться в укрытие. Отвечать огнем нельзя. На передовой фиксируют работу бронетехники противника. По защитникам поселка Зайцево, что под Горловкой противник сегодня ударил из 82-миллитровых минометов, украинские войска и здесь не открывают ответный огонь. На неделю неприятель с той стороны открыл огонь пожилым домам на подконтрольной Украине территории. Чудом никто не пострадал. Несмотря на отвод украинских войск от поселка Петровское, недалеко от Волновахи в Донецкой области, противник продолжает давление на Мариупольском направлении. Маренко, Широкино, Старогнатовка. Здесь зафиксировано два десятка обстрелов. Кроме того, у противника ротация. Вони проходят боевое злагоджение в боевых умовах, на живых мишенях. Постейно фиксуется в нищенный час перемещение важкой техники, озброение особого склада. Напруженность взрастает, а лишь остается контролеванной. Также ведется провокативный огонь по украинской армии в Луганской области. Вновь под Попасной и поселком Крымское военные попадали под гранаты из АГС и минометные обстрелы. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой и Луганской областей. Украинцы в Париже требуют освободить журналиста Романа Сущенко. Около ста активистов сегодня собрались на центральной площади Трикадера. В руках у людей портреты задержанного и украинские флаги. Я напомню, Сущенко задержали в Москве 30 сентября. Журналиста официально обвинили в шпионаже. Его арестовали на два месяца. Израиль и Хамас близки к войне. Длительное затишье сменили взаимные удары. Стоит ли ожидать нового квитка конфликта? Выяснил Сергей Ауслендер. За три дня три обстрела. Ракеты опять падают на многострадальный город Сдырот. Израильская армия в ответ наносит мощные удары по террористам. С земли бьют артиллерия и танки с воздуха ударная авиация. Первое за длительное время потеря ВВС. При посадке, возвращаясь с боевого задания, разбился самолет Ф-16. Пилот погиб. В палестинском анклаве серьезные разрушения. Мы услышали звук. Мы тут рядом собирали оливки, когда ракета поразила ближайшее здание. Потом снова и снова. Мы бросились бежать. Хамас обвиняет в эскалации Израиль. Мол, обстреливали не мы, а бомбят нас. Удары израильских ВВС не убили ни одного человека. Но часть военных объектов террористов разрушена. Израильская эскалация конфликта в Гази преследует одну главную цель. Продолжать насилие в отношении палестинского народа. Особенно здесь, в Гази. Все это общие слова. На самом деле ни Хамас, ни Израиль войны не хотят. Сложившийся статус-кво устраивает всех. Кроме салафитских группировок, связанных с ИГИЛ и Аль-Каидой. Которые активно провоцируют еврейское государство. Это они ведут обстрелы, а ответные удары лишь ослабляют их главного конкурента. Хамас. В данном случае Израиль говорит так. Хамас, вы считаете себя властителями сектора Гази. Если по нам стреляют из вашего района, то вы будете получать по голове. Вы и никто другой. Потому что ловить салафитов, которые пришли, собрались, выпустили из одной трубы, трубу поменьше, которая полетела, упала в Сдероте, не может Израиль и не может, собственно, Хамас тоже. Боевики Хамас арестовали членов группировки, которая устроила провокацию. Но получилось только хуже. Салафиты в ответ заявили, что будут продолжать обстрелы, пока их товарищей не выпустят из тюрьмы. Иерусалим тоже не намерен мириться с обстрелами мирных городов и больше реакции вроде ракета за ракету не будет. Каждый последующий ответ обещает быть намного мощнее предыдущего. 26 месяцев со дня окончания операции «Несокрушимая скала» прошли в относительном затишье. Теперь Израиль и Хамас оказались на пороге новой войны. Ситуация сложилась совершенно патово. Израиль не может не реагировать на обстрелы. Хамас не может обуздать салафитов. Выигрывают только они. У них очень простая философия. Чем хуже, тем лучше. Сергей Услендер. Подробности телеканал Интер. Израиль. Антитеррористическая операция в Германии. В городе Хемниц полиция разыскивает беженца из Сирии, который, по данным спецслужб, мог готовить теракт. Предположительно, в одном из немецких аэропортов. Рейд начался рано утром. Полиция оцепила и эвакуировала дом, где живет подозреваемый. Нашли ли что-то при обыске в его квартире, пока не сообщается. А в Копенгагене сегодня стреляли. Ранено 4 человека. Один из пострадавших скончался. Огонь открыли в разных частях города. Позже правоохранители нашли сгоревший автомобиль. Утром же на глазах у полицейских двое мужчин с ножом напали на прохожих. Одного тяжело ранили в живот, другого в спину. Злоумышленников задержали на месте. Полицейские считают, что все три эпизода связаны между собой. В Запорожской области 12 человек отравили суррогатной водкой. Все в тяжелом состоянии. Я напомню, что по всей стране от алкоголя с метанолом пострадали более 100. Человек. Точки с ядовитым спиртным обнаружили накануне в пяти регионах. Как некачественный алкоголь оказался в Запорожской области, выясняли наши корреспонденты. Как только стало известно о первом случае отравления суррогатным алкоголем в Запорожской области, сразу же принялись искать, откуда спиртное. Все они придбали спиртное у мешканца вулицы Садово и у сели Матвеевка. Вылученный алкоголь направлен на экспертизу. Мы отправились в Матвеевку, прошлись по магазинчикам и наливайкам. Вот одно из таких заведений. Здесь самый ходовой товар – 100 граммов. Есть на разлив водку. Можете показать, какую вы наливаете? Можете. Так, я на разливе. Там подъявите, ничего показывает. А почему 100 грамм? А где ценник? А там ценник есть. Где ценник? Мы хотим купить у вас 100 грамм водки. Нет, там еще не продадут. Водка на разлив есть везде, а вот документы никто не смог предъявить. Товар у нас сертифицированный. Можете документально показать? Ну, документы у бухгалтера. Но местные рассказывают, кроме магазина, выпивку можно купить и у местного самогонщика. А он – отец сельского головы. А вы наливаете? Конечно. Но через минуту хозяйка становится совсем негостеприимной. Идите отсюда, выйдите со двора. Это сейчас на собственность. Это понятно. Так, вы истрили только двора. А то еще вас и засудят. Пришли они. Ты смотри, кто это он такой сказал? Люди говорят. Женщинам на помощь приходит и сам хозяин дома. Ну и что? Здравствуйте. Пошли нахуй. Тут говорят, что у вас... Да хуй ты уж. Говорят, у нас коры даят. Идите отсюда нахуй. Сельский голова говорить о своем отце категорически отказывается. Мол, в его дела не вмешивается. Здравствуйте. Здравствуйте. А тут вон, большой делегации. Ищем сельского головы. Ну, я слушаю вас. Это вы? Здравствуйте. А можете выйти, чтобы мы... А что это за съемки? Это видеосъемки. Не надо идти съемок. Мой путь, брат, послушайте. Комментарий никаких не даем. А почему так? Говорят, ваше отец торгует. Не знаю, я строителя не живу. Нам так и не удалось выяснить, откуда в этом селе сырье для суррогата. Этим сейчас занимаются эксперты. Полиция же предполагает, что спирт Матвеевку могли завести из Харьковской области. Именно оттуда некачественный алкоголь развозили по всей стране. По последним данным, от ядовитой водки пострадали 106 человек. Половина из них умерли. Сейчас сотрудники фискальных служб проверяют все точки продажи дешевого алкоголя. Елена Митясова, Сергей Вендин, Александр Асачий. Подробности телеканал Интер. Запорожская область. Задержали левые алкоголи в Закарпатье. Везли спиртное из Львовской области. Подробности в нашем материале далее. Полицейские остановили микроавтобус в городе Хуст. Было 5 утра. Водитель, 32-летний житель Львова, показал документы на груз, строительные материалы. Полицейские решили проверить и недаром. Вместо кирпичей увидели почти 300 ящиков с водкой. На бутылках были акцизные марки. Но объяснить, откуда товар и почему не соответствует накладной водитель не смог. В данном криминальном управлении призначается несколько экспертов, чтобы установить походление этой горелки, а также этих акцизных марок, которые на пляшках находятся. Ну и, конечно, сам факт использования документа. Они с акцизными марками, но сейчас не можно утверждать, что они законные, что они подроблены. Для этого будем направить пляшки на экспертизы. Проверит полиция, имеет ли отношение этот алкоголь к харьковскому суррогату. Товар сейчас находится на складе в Мукачеве, а водителя до выяснения всех обстоятельств отпустили. Марина Ковал, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Львовский мусор ищет дом. За последние два месяца он уже успел побывать под Киевом, Николаевом, Винницей, Запорожьем и даже Днепром. И нигде ему не рады. А теперь отходы вдруг появились в Полтавской области. Неизвестные разгрузили несколько контейнеров на полигоне возле Решетиловки. Местные жители забили тревогу. Правда ли, что мусор путешественник нашел приют под Полтавой, выясняли наши журналисты. Аптека Львов. Чек с аптеки. Адреса Соборна 1. Место Львов. Ну а далее. Видно, сколько денег заплачено. 42 гривни 58 копеек. Директор частного предприятия Жилсервис, который обслуживает Решетиловскую свалку, Наталья Демянец, доказывает, мусор именно из Львова. Чеки, квитанции, документы и даже фотографии из этого города нашли в куче отходов. Говорит, первая фура с мусором разгрузилась неделю назад. Затем заехали еще пять. Местные власти недоумевают, почему львовскими мусорщиками до сих пор не занялись правоохранительные органы. Председатель Решетиловской райадминистрации Роман Перепелица считает, без махинаций здесь не обошлось. Мол, деньги на утилизацию отходов кто-то положил в карман. Утилизировать львовский мусор Решетиловскому предприятию все же придется, но за свой счет. А вот чтобы в дальнейшем такое не повторилось, разработали собственную стратегию. Надалее мы будем охранять трошки по силам режим работы, контролировать ночной час, проезжать по территории и смотреть за тем, чтобы не сбивались замки и назвали, что не заезжали другие машины, других областей. Этот полигон бытовых отходов рассчитан минимум на 20 лет. Но если мусор свозить из других регионов, да еще такими темпами, свалка заполнится через год-два. И чтобы не оказаться под завалами чужих отбросов, местные власти усилили контроль на полигонах. Ольга Иванченко, подробности, телеканал Интер, Полтавская область. 11 человек пострадали в результате масштабной аварии в Венецкой области, недалеко от села Мытков. Пассажирский автобус врезался в военный тягач. Последний был припаркован у обочины. Всего в автобусе находилось 27 человек. Они ехали из Ивано-Франковска на экскурсию в Умань. Предварительно удалось установить, что водитель не справился с управлением. Почему, предстоит выяснить следствие. Сам водитель объяснений пока дать не может. Он в больнице. В Николаеве во время фотосессии на яхте утонул известный фотограф Юрий Першин. Вместе с командой яхты «Адмирал» он вышел сегодня утром в Букский лиман. Судно должно было принять участие в регате в честь закрытия сезона. По словам членов экипажа, в какой-то момент фотограф упал за борт. Ему сразу бросили спасательный круг, но это не помогло. На место происшествия оперативно прибыл спасательный отряд и водолазы. Пока поиски не увенчались успехом. Смертоносный Мэтью уже забрал почти 900 жизней на Гаити. Десятки тысяч людей остались без крова. Последствия стихии здесь сравнивают с землетрясением 2010 года. Сейчас циклон бушует на юго-восточном побережье США. Еще накануне ветер немного стих, но во многих городах начались наводнения из-за ливней. Во Флориде проблемы с электричеством. В некоторых округах разрушены дома и дороги, вывораченные с корнями деревья. Циклон также принес сильные дожди и ветер в Джорджию и Южную Каролину. Шторм был очень сильным, он уничтожил все. Наш дом разрушен, все пропало. Мы ожидаем международную помощь. Здесь ничего не осталось. В Бухаресте судят виновников масштабного пожара в ночном клубе «Коллектив». В прошлом году там погибли 64 человека, десятки получили ожоги. Следствие обвиняет администрацию заведения на концерте, во время которого произошло возгорание. Устроили фейерверки, а внутренняя отделка помещения была из легко воспламеняющихся материалов. После пожара тысячи людей вышли на улицы с требованием наказать виновных и уволить правительство, которое способствует коррупционерам. Горячие выборы в Грузии, где сейчас выбирают парламент, на избирательном участке произошли массовые столкновения. В драку вступили сторонники правящей команды «Грузинская мечта» и оппозиционной партии «Единое национальное движение». Активисты обвинили друг друга в провокациях, в ход пошли кулаки и камни. В потасовке принимали участие десятки людей, ранения получили и несколько стражей порядка. На участке прекратили голосование, а спецназ оцепил территорию. Совершенно секретно первое правило Брекзита – не рассказывать иностранцам о Брекзите. Британский МИД запретил помощь зарубежных экспертов в вопросах выхода страны из Евросоюза. Соответствующее распоряжение получил в том числе университет, где преподает и голливудская звезда Анжелина Джоли. К чему такая секретность, выясняла Светлана Чернецкая, наш корреспондент в Лондоне. Подготовка к Брекзиту набирает обороты. Начать решили с чистки. Опасаясь шпионов из Европы, в правительстве поспешили отказаться от советов иностранных граждан. Соответствующую просьбу направили в один из самых влиятельных университетов – Лондонскую школу экономики. Там сразу после июльского референдума по выходу из ЕС запустили проект по предоставлению консультаций министрам. Создали рабочие группы по безопасности и внешней торговле. Теперь же по рекомендации МИДа университету настоятельно советуют не привлекать к политическим исследованиям по Брекзиту экспертов без британских паспортов. Указание правительства вызвало волну критики. Первое свое возмущение выразила научный сотрудник университета – старший преподаватель Сара Хагиман. Уроженка Дани, она сочла это решение дискриминационным. Хагиман считается одним из ведущих экспертов по делам ЕС. А теперь вдруг отсутствие британского паспорта стало причиной ее личного Брекзита. Едва ли не самая известная сотрудница университета, голливудская звезда Анжелина Джоли, пока не прокомментировала инцидент. Она преподает гендерные курсы и вопросы Брекзита не в ее компетенции. Но после поднятой шумихи в МИДе поспешили заявить, что только приветствует помощь зарубежных специалистов. Правда, уточнили, что для отдельных задач иностранным экспертам может потребоваться определенный вид допуска. В общем, спецоперация под названием «Брекзит» уже началась. До весны правительство должно подготовиться к процессу развода с Европой. И, похоже, свои козыри Великобритания не будет открывать до последнего. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Драка британцев в Европарламенте может иметь серьезные последствия. На расследовании инцидента занялись сразу две комиссии в самом Европарламенте и в партии независимости Соединенного Королевства. Это ее депутаты не сдержали эмоций и пустились в рукопашную. Один из участников стычки Стивен Вулф до сих пор в больнице, вот обидчик Вулфа, Майк Ким, отрицает, что отправил коллегу по партии в нокаут. Говорит, это была просто небольшая потасовка, и он не понимает, почему коллега потерял сознание. Кстати, именно Вулфа называют главным претендентом на пост лидера партии «ЮКИП». Стивен все начал, сказал, что не потерпит моего тона и что нам придется выйти из зала заседания и поговорить по-мужски. Он стал выходить на ходу, снимая пиджак. Была потасовка. Я подчеркиваю, что не было ударов. Я его не бил, как и он меня. Это длилось секунды. Почему Стивен упал, я не знаю. В Британии Ким Чен Ын помог бизнесмену, а в Америке ожил клоуны из жуткого романа Стивена Кинга. Об этом и не только в нашем обзоре. Санта-Клаус ищет работников. Деревня Санты в городе Рованьеми в Финляндии открыла дополнительные вакансии эльфов. В обязанности входит продажа рождественских марок и сувениров, а также разбор писем от детишек возле уютного камина. Большим плюсом будет знание языков. Обычно почтовые эльфы открывают до 50 тысяч писем для Санты. Так называемые Йоулу-Пуки отвечают детским садам и школам, но также рассылают письма нескольким тысячам детишек по всему миру. Америку накрыла волна атак жутких клоунов, нападающих на машины и людей. Ошеломленная полиция и обеспокоенные родители боятся, что это исполнение сценария книги ужасов Кинга. Последний раз двух клоунов видели 6 октября в городке Розвелл, штата Мичиган. За этот проступок уже арестовали 18-летних девушек, которые в костюмах страшных клоунов гнались за подростками. Сейчас они в тюрьме и могут выйти под залог в 10 тысяч долларов. В Лондоне парикмахер прославился благодаря Ким Чен Ину. Два года назад Карим Набах выставил рекламу своего салона с портретом севернокорейского лидера. На нем было написано «Плохой день для ваших волос». Когда в салон пришли официальные представители Северной Кореи с просьбой убрать плакат, на стрижке был лондонский корреспондент. Он быстро написал об этом статью. После история разошлась в различных изданиях. И теперь к Набаху очередь не только из местных жителей, но и туристов из разных стран. В Уганде инспектор Семюль Аджабира, еще известный там под именем Оуджея, создал песню «Физический годен». В ней он рассказывает, что современная полиция отличается от старой и что она хочет быть ближе к народу. Аджабира даже вложил в проект половину собственных денег. Вторую выделило государство. 600 долларов – сумму очень большую, как для уганских зарплат. Уганцы клип восприняли по-разному. Столичным жителям он пришелся по душе, а вот в провинциях жалуются на ненужную трату бюджетных денег. Сердечная забота. В музеях Ватикана установили 18 дефибрилляторов. Таким образом, ватиканские музеи стали первыми в Италии дружественными к сердцу, чтобы обеспечить большую защиту для 6 миллионов ценителей искусства со всего мира, посещающих музеи ежегодно. Аппараты обслуживает специальный штат медиков в количестве 300 человек. Наш выпуск подходит к завершению. Завтра в 20.00 не пропустите подробности недели с Алексеем Лихманом. И коротко о чем пойдет речь в программе. Свободу Сущенко. Как вырвать из российского плена украинского журналиста? Сотрудничество или кабала? Есть ли жизнь после меморандума с МВФ? И что на самом деле наобещала Украина? Коммунально-долговая яма. Как не потерять квартиру? Из-за новых платежек за ЖКХ? Между жизнью и смертью? Вспомнит ли государство в 2017-м о поддержке неизлечимо больных? И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости на нашем сайте подробностей ЮЭЙ. Приятного вам субботнего вечера, хорошего настроения и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok